«Любите друг друга, и тогда все будут знать, что вы мои ученики». Эта цитата звучит как пароль для всех, кто считает себя последователем Геннадия Волкова. Сегодня в Чувашском педагогическом университете отметили 90 лет со дня рождения основателя этнопедагогики. Имя Геннадия Никандровича Волкова нередко ставят рядом с именем великого просветителя Ивана Яковлева. Разработанная Волковым система легла в основу целой науки. Этнопедагогика изучает народную культуру и народную педагогику. И сегодня она одинаково популярна и в нашей республике, и у соседей, и в странах СНГ. Педагогика любви, конечно, играет большое значение, поскольку через эту педагогику любви передается самое дорогое, самое ценное в нашем воспитании детей. Особенно хочу подчеркнуть – любовь к родному языку, любовь к родине, любовь к Чувашии. Вы знаете, это такие проблемы, которые сегодня актуальны не только у нас, но и в других республиках, и даже в других странах. Идея Геннадия Никандровича проста, как все гениальное. Воспитывать и любить детей надо так, как делали это испокон веков твои предки, заботившиеся о продолжении рода, о сохранении нации. Многочисленные труды Волкова выходят сегодня на разных языках. Он известен и как детский писатель. Его произведения вошли в школьные хрестоматии многих республик. У них большая, очень большая дружба была с народным поэтом Чувашией Петром Хузангаем. И с Уксаем они близкие связи имели, Геннадий Никандрович. И потом он обратил внимание на молодое поколение наших чувашских поэтов. В частности, дружил с Николаем Ижендеем, автором поэмы «Голос нерожденного ребенка». И Петр Якузень ему очень нравился за свои философские, смелые, открытые мысли о роли чувашского языка в нашей современной жизни. Все педагогическое и литературное творчество Геннадия Волкова, все его дело – это гимн ребенку, гимн люби к человечеству. Те, кому он сумел привить эту любовь, по сей день считают профессию педагога самой важной. И стараются во всем следовать примеру своего учителя. Без исторической памяти нет традиций, без традиций нет культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет народа, как исторической личности. Я думаю, что личности, символы нужны каждому народу.